Депутаты облсовета активно взялись за работу. Сегодня на второй сессии они поменяли руководство сразу шести коммунальных предприятий региона и приняли почти десяток областных программ. Подробнее о ходе заседания наш корреспондент. Кадры решают все. В повестке дня второй сессии облсовета шесть первых вопросов смена руководителей коммунальных предприятий региона. Должны были определиться еще с одним кадровым решением. Назначить второго заместителя главы облсовета. Однако вопрос в повестке дня снял сам председатель Павел Матвиенко. Идет административная реформа. Я думаю, надо немножко подождать. Нет необходимости особой сейчас в скорости и в торопях принимать этот вопрос. Мы определимся. Определиться может и законодательство по этим вопросам. Поэтому я решил отложить этот вопрос. Станет ли должность второго зама первой жертвой админреформы, покажет время, говорит Матвиенко. И если кадровые вопросы депутаты хоть и не обсуждали, но голосовали по отдельности, то практически все остальные принимали пакетом. Внутри пакета до десятка региональных программ. Остановились подробнее только на одной. Программе поддержки запорожского казачества. И сразу вопрос оппозиции. Я попросил просто четко нам сказать. Первое, второе, третье. На что будет использовано полмиллиона гривен, которые нужны будут в следующем году и для здравоохранения, и для образования, и так далее. Мы планируем при поддержке этой программы проводить фестивали казацкие, которые проходили в этом году по казацким единоборствам с детской юношкой спортивной школой «Спас». Это и фестиваль «Покрова на Хортице», тоже здесь это самое. Это праздники традиционные казацкие праздники, тризна «Покрова». На сколько процентов будут профинансированы принятые программы, пока предсказать сложно. Говорю глава облсовета. Бюджет в следующем году будет сложным. И остается только полагаться на его пересмотр, обещанный президентом. Через три месяца будут пересмотрены цифры бюджета, а через шесть месяцев так это сто процентов. Поэтому он говорит, смело финансируйте все отрасли, переносите, а дальше мы уже войдя в процесс будем решать все самые важные вопросы, которые будут и для территории, и для всех остальных. Поэтому я не думаю, что нужно сейчас напугаться, каких цифр бюджета. Утвердить бюджет области депутаты намерены 29 декабря. На этот день планируется проведение третьей внеочередной сессии областного совета.